МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия учителя, она достойная профессии. То есть вообще учитель тот человек, который учит тебя элементарно вещам. Писать, читать. Вот смотрите, время-то идёт, а я до сих пор помню, например, своего первого учителя, который меня много чему научил. И сейчас, в свете нынешнего времени, когда век информационных технологий, мы знаем, сейчас очень хорошо развиваются социальные сети, появляются все новые и новые профессии, но очень отрадно, что немало и тех людей, которые всё-таки выбирают этот сложный путь именно учителя, в числе которых есть и вы. Поэтому спасибо вам за ваши выборы, потому что наши детки в надёжных руках. Давайте начнём с чего? В целом, Баужан, вот вы как единственный мужчина сейчас в нашем сообществе. Расскажите, пожалуйста, именно о себе. И у вас 11 лет, да, стажа, при этом мы знаем, что ваши детки очень вас любят, вы как-то по-особенному готовитесь к своим урокам, да. В целом, расскажите, пожалуйста, да, почему вот вы выбрали этот путь и в целом, что вам даёт эта профессия? Здравствуйте. Вы знаете, вообще к профессии учителя, сподвинул, притягивая к профессии учителя, мне сподвинул, наверное, советы моих родителей. Я не из семьи педагогов, наша семья вообще далека от педагогики, от школы. Наверное, всё-таки с детства мои творческие способности, любовь к детям, любовь к своей, любовь к школе, подвинула моих родителей направить меня именно в педагогику, именно в школу. И вот уже на протяжении 11 лет я работаю учителем начальных классов, и ни один день я ещё не поздравил о том, что я выбрал именно начальную школу, потому что когда ты приходишь в школу, когда ты видишь своих учеников, ты получаешь большой заряд энергии от детей, от взаимодействия с детьми. Вообще, школа – это очень такой, очень важный этап в жизни каждого человека. Многие родители гонятся за оценками, хотят, чтобы ребёнок учился хорошо, но я считаю, что главное, что даёт школа – это социализация, дать возможность ученику раскрыться. И именно роль первого учителя, учителя начальных классов – раскрыть каждого своего ученика. У меня в классе 22 ученика. У вас уже есть класс, да? У меня класс, я классный руководитель первого класса. В моём классе учатся 22 ученика. Класс у меня, как в школе коллеги смеются, девчачьи, у меня 15 девочек и 7 мальчиков. Класс очень энергичный, харизматичный. И вот сравнивая, это мой третий набор первоклассников, полностью, когда я брал с первого и доводил до четвёртого, третий мой набор, сразу сравнивая с детьми прошлых лет, я вижу, что эти дети намного продвинутее, более активнее. Это 2000-го, да? Да, я начал работать с 2010-го года. Дети более активнее. Мне нравится этот их драйв, потому что они не могут спросить, не стесняются, они раскопочены, они свободно доносят свою мысль. И здесь, что мне нравится, здесь самое главное, что они соблюдают субординацию, при этом они в тебе видят друга, нежели как педагога, который... Все равно у нас стереотипы такие, что учитель это строгий, с указкой почему-то у многих наших родителей, но... И учителям надо бояться, да? Да, да. А самое главное в моей позиции, это дать возможность ребёнку почувствовать себя личностью, а я ему всего лишь помогаю раскрываться ежедневно на каждом уроке. Вот такой вот у вас подход недостаточно интересный. Ахмарал, Жанат, простите, пожалуйста, да, Жанат, Вы тоже, Вы учитель химии. Да. Да? Вы учитель химии, но тем не менее, мне хотелось бы узнать, отличаются ли, да, продолжая тему Бауржана, нынешние поколения детей от тех, которые вот именно нашего времени. Мы уже пришли к такому возрасту, когда мы говорим наше время, да, в целом. Уже это 90, 95-й, допустим, 94-й год, да? Да, здравствуйте. Я думаю, это тема, интересная тема. Все-таки наши вот школьные года, мне кажется, большинство отличается вот на данный момент. Я вижу и слышу, и работаю с учениками, я вижу то, что на данный момент дети очень активные, я понимаю все это, но в то время, когда мы были активными, когда мы работали, когда мы допоздна работали в школе, когда мы допоздна ходили с учителями, это уже другая атмосфера и другой разговор. На данный момент я думаю, то, что сейчас таких учеников очень мало. У меня такое вот впечатление, не знаю, может это минус с моей стороны, может быть на данный момент ребята такие, школьники такие, но я думаю, что у меня такое мнение, то, что дети сейчас полностью не раскрываются. Они сейчас на данный момент смотрят телефон, смартфон, смартфон у каждого, да. То, что они хотят услышать, и то, что они хотят видеть, всё у них в телефоне, смартфоне. Поэтому им окружающая среда, чем они занимаются, чем с кем отличаются, им это как-то неинтересно. Поэтому я думаю, их надо раскрыть полностью, и думаю, проводить большее количество времени, на данный момент это связано с родителями, с детьми, и заниматься, и достичь много успехов. Но вы, Жанат, преподаете химию, у нас седьмого, с восьмого класса, да? С седьмого начинается у нас, да. Седьмого класса, но вы говорите, что уже к седьмому классу, то есть у подростка уже своё мировоззрение, да, определённого рода складывается. Да, она, естественно, да. Седьмой класс, это уже большой класс, да. И уже говорите о том, что к этому моменту зачастую, то есть уже в основном, дети более уже становятся такими зависимыми от телефона, да? Да, да. А Баужан говорит, что очень важно, чтобы такого не было, вы считаете, что нужно уделять важную роль учителя именно начальных классов, да? Вот Ахмарал тоже у нас учитель начальных классов, вот вы какие наблюдения замечаете по современным детям? Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Я работаю учителем в 22-й школе. В начальных классах я сама училась в школе-гимназии номер 9. Моя первая учительница Михайлова Татьяна Васильевна. Мы сейчас не по сей день общаемся, на контакте друг с другом. Я уже работаю пятый год учителем начальных классов, и могу заметить, что дети сейчас, да, они стали, наоборот, более открытые, по моему мнению. Они стали более активны. Лично я так заметила сама в начальных классах. Если, например, когда мы учились в школе, мы стеснялись, что сказать, учителю, да? Высказать свое мнение. Да, мы стеснялись, да. А сейчас дети, они наоборот... Наравне с нами, да? Да, они к учителю относятся как к другу. Они уже любят, они могут признаться в любви, сказать, подойти, сказать, я вас люблю, обнять. Это, конечно, дорогого стоит. Дети сейчас, наоборот, очень открытые, активные, и не боятся говорить, не боятся мыслить, не боятся учителей. Лично я так сейчас сама заметила. То есть сейчас, в нынешнее время, да, чтобы мы понимаем, да, что будущее любой страны, это как бы образованная молодежь, да, и в целом, чтобы мы добились в принципе хороших результатов, однозначно, да, в сферу образования, ну, практически нельзя игнорировать, и в целом ваше мнение, да, то есть именно как учителей, то есть школа – это площадка для раскрытия талантов. Для приобретения важных, ключевых ценностей, которые будут ему способствовать, нужны в дальнейшей жизни. Потому что статистика в жизни такая есть, что если так сравнивать, как бы это грубо не звучало, почему-то, изучая литературу, мы видим, что почему-то те отечественники, которые были в школе, не могут себе реализовать взрослую жизнь. Вот почему? Я думаю, вот, а тройственники, те же тройственники, они более гибкие, взрослой жизни. Почему? Я думаю, наверное, из-за того, что я говорил, что важность школы, именно какой этап – это социализация, взаимодействие друг с другом, взаимодействие с педагогами, взаимодействие с одноклассниками, со старшеклассниками, да, это дает учить детей взрослой жизни, учить жизни их. То есть коллега тут сейчас говорила, что сейчас интернет, дети уходят в себя. Допустим, я вижу положительные стороны. Сейчас, допустим, я с учениками снимаю рилсы со своими первоклассниками, пробую, начиная себя пробовать в ТикТоке, то есть вот направить вот это все, вот все эти возможности с сегодняшнего дня, сегодняшнего, тренды сегодняшнего дня применить на себя. И знаете, дети, это очень вдохновляет, им очень нравится. Допустим, сегодня мы видим, что в прошлом году был учитель химии, если не ошибаюсь, из Талды Кургана, который снимал уроки химии в ТикТоке. Это прекрасная возможность. Для чего? Заинтересовать ученика. Чтобы не сидеть просто просматривать в Ютубе фильмы или играть в стрелялки, в танчики. Это возможность, открыть, или, допустим, сколько сейчас в Инстаграме страничек креативных учителей. Допустим, я учитель начальных классов, вообще тенденция такая, что мужчине нет в начальных классах. Вот я подписан в Инстаграме, в Фейсбуке на коллег из Москвы, коллег из других регионов, других стран. Из Казахстана есть тоже коллеги мужчины в начальных классах. И вот мы постоянно смотрим, какие тренды, что они делают. И вот это, я говорю, самое главное, не потерять ту грань. Друг и учитель. Чтобы дети чувствовали твою важность в их жизни. И при помощи всех вот этих возможностей быть с ними на одной волне. То есть вы считаете, что нельзя игнорировать тот период, тот развитие, тот прогресс, который происходит сейчас в нынешнее время. Это и развитие Нет, игнорировать, это одно и другое дело. Я хочу вот пояснить. Мобилизация, от мобилизации мы должны взять то, что нам надо. А то, что нам не надо, мы не должны это взять. И научить надо детей, надо к этому. Вот в целом, да, вот за несколько лет вашего опыта, преподавания, да, в целом, что вы думаете в образовании, да, нужно ли что-то менять? Либо, допустим, какие новые, может быть, подходы, возможно, будут работать для того, чтобы качество, усвоение, да, то есть определенного рода информации с учениками, оно как бы заинтересовать, я не условно говоря. Заинтересованность, она всегда должна быть на высшем уровне. Я думаю, это самая большая награда, это то, что должно быть это любящая работа, плюс к этому должна это правильно выбранная профессия. То есть человек осознанно идет в профессию педагога, он должен знать, куда я иду, кого я буду обучать. В первую очередь, он должен задавать такие вопросы. Дальше уже обязательно будут награды. Поэтому я думаю, в первую очередь, надо любить, надо свою работу и хорошенько надо выбрать профессию. И это большая жизненная награда. А если ты не любишь свою работу, если ты не любишь заниматься с детьми, если ты не будешь искать то, что им надо, это уже бесполезно. А что-то менять, это не надо менять, надо просто работать, работать, и дальше надо работать. Хорошая работа нужна тут. То есть, вы считаете, что если, например, сам педагог будет любить свою работу, то он будет в нее по-другому вкладываться, искать, быть в поиске. Ахмара, а ваше мнение? Чтобы мы взращивали достойное поколение, что необходимо изменить сфере образования или добавить, улучшить? Я согласна с коллегой, что если человек любит свою работу, он будет работать на все 100%. А если, допустим, человеку не нравится его работа, он будет искать какие-нибудь причины для того, чтобы найти проблемы в какой-либо сфере. Что можно поменять в сфере образования? Я даже сейчас не могу на него ответить точно. Но я благодарна нашему министру образования Асхату Аймагомедову за то, что он сейчас поддержит учителей не только морально и материально, так скажем. Наша зарплата сейчас повысилась. Если, допустим, раньше, когда я первый год пришла работать, моя зарплата было 50 тысяч тенге, это было, конечно же, очень мало для учителя. Сейчас, конечно же, мы получаем немного больше, и это все стимулирует и идет поддержка министерства для учителей. Сейчас в нашей стране около 500 тысяч учителей, и им всем, я думаю, оказывается поддержка, оказывается внимание. За это огромное спасибо. Организовываются различные семинары, практикумы, различные мастер-классы и так далее. Раньше, до пандемии, очень часто много чего было проведено. Мы почти что на каждом выходном были где-то, либо на каком-либо семинаре, либо на мастер-классе, на концерте и так далее, на съезде молодых специалистов. Сейчас из-за пандемии это все немножко стало проводиться меньше. Хочется немножко больше опыта с коллегами из других школ, с другими молодыми специалистами, обмениваться идеями, обмениваться тем, что мы сейчас можем сделать. Хорошо. Давайте сейчас немного отвлечемся, то вы еще в своей роли учителя серьезные. Да, до сих пор. Давайте проведем небольшой такой блиц-опрос. Я буду по очереди задавать вопросы. Сначала Бауржану, Жанат, потом Ахмарал. Ваши задачи, они будут такие интересненькие, или же обычные, быстренько не думая отвечать. Хорошо? Первый вопрос. Бауржан, чем на самом деле учителя занимаются в учительской? Отдают частичку себя своим ученикам. Это нам всегда будет интересно. Жанат, как вести себя молодому преподавателю, если ему признается в любви ученик старших классов? Интересный вопрос. Но я слышала, такие моменты есть, она всегда и будет, и должен быть, скорее всего. Я даже не знаю, как ответить. Например, как поступили бы? Скорее всего, индивидуально хорошенько с ним поработать надо. Может, он не только любит, просто он не знает, кого любит. Может, учителя, может, предмет. Поэтому здесь надо уточнить, кого он любит. Потом уже дальше будем работать. Ваши практики было такое? Такого не было. Такого не было. Но вы, походу, наслышаны, да? Да. Хорошо. Третий вопрос, Ахмурал, что вам хотелось бы изменить в методах преподавания или подходе к школьному обучению? Одно-два слова. Ну, больше, наверное, творчества, больше позитива и больше доброты, улыбок. Болжан, какой самый глупый или странный вопрос вам задавал ваш учитель? Во время уроки математики при объяснении новой темы, когда мы пойдем в столовую. Прямо в середине уроки, да? Начальный класс. Когда мы пойдем в столовую и что вы ответили? Сейчас, через 20 минут, закончим урок, мы пойдем, обязательно вас всех поведут в столовую. Начальный класс, да, у них с ними поработать очень интересно и с одной стороны очень тяжело. Хорошо. Жанат, вам такой вопрос, а если бы снова пришлось выбирать новую профессию, согласились ли вы стать учителем? Снова. Я могу однозначно ответить да. Потому что до этого я могу сейчас расскажу вам маленькую историю. Вообще, я с детства мечтала работать на заводе, надев каску, прям в растворах, хотела стать инженером, химиком. И это моя мечта осуществилась. В 2012 году я окончила и сразу устроюсь на работу на завод, на нефтяной завод, получается. и через некоторое время по семейным обстоятельствам, вот дети появляются, муж, по семейным обстоятельствам, коротко говоря, я устроилась на работу учителем. И я на данный момент еще раз отвечу на ваш ответ, если мне предложат, кого мне выбрать, я обязательно выберу учителя. Потому что? Потому что это очень интересная работа. Ты сам развиваешься, человек раскрывается и вовнутри, и в душе, увидя детей, вместе раскрываешься и вместе с ними работаешь. То есть педагог, он не стоит на одном месте, педагог, он двигается, двигается и вперед, и вперед. Такого больше нету. Хорошо. Ахмара, у вас был момент, когда вам хотелось бросить свою работу, честно? Такого не было. Бывали, конечно, трудности в начале. Особенно, да, в начале? в начале, когда первый год ты работаешь, были трудности. Но сейчас уже у тебя есть какой бы небольшой опыт и работать стало легче намного. Полжан, у педагогов есть другие праздники, кроме школьных каникул? А кто вам сказал, что у нас праздник? Я думаю, что праздник, конечно, есть, мы обычные люди. Нет, какие дни, когда вы отдыхаете, мне кажется, в любом случае, пойдете вы в кино либо куда-то пойдете, вы, наверное, всегда на острие, да? Знаете, я на это внимание не обращаю. На свидание, если пойдете, допустим. Бывало, что, да, часто, учителя, школа, она такая, педагоги, это такой народ, они друг друга, обязательно куда-нибудь пойдешь, обязательно встречаешь либо учеников, либо коллег, либо родителей своих учеников. Это уже стало привычку, поэтому праздник, какие еще праздники, кроме каникул, я думаю, день рождения, а как обычно, как у всех людей. Учителя тоже отдыхают. Это вопрос с подвохом немного, да? несколько сильных. То, что здесь нужно отметить, то, что все думают, что вот каникулы, мы отдыхаем, а наоборот, у нас удваиваются наши работы, поэтому все ошибаются, то, что учителя вот конкретно вот отдыхают в каникулы, а на самом деле это нет. скромно, да, отдыхаете, все равно. Ну, расслабляемся, но тоже нельзя. Да, потому что сами выбрали этот путь быть примером, да, в первую очередь. Хорошо. Жанат, вам такой вопрос, какая самая курьезная либо же позорная вещь произошла с вами во время урока? Вспомните ли вы? Такого у меня не было позорного. Такого странного, не то, что позорная, понимаете, вот интересная такая вещь, которую вот вы прям запомнили. Во время химии, мне кажется, очень много интересного. Нет, во время химии она бывает, когда вот работаешь с реактивами, иногда бывает то, что делаешь, она конкретно не выясняется, конкретно практической работой вот она полностью, как вам сказать, практически работа полностью на нуле бывают такие моменты, то, что вот отвечает, объясняешь, а вот дети это не понимают. Бывают такие моменты, это из-за реактива, из-за инструментов, бывают такие моменты, то есть учитель говорит одно, а реактива говорит одно другое. Бывают такие моменты, но таких вот стыдных моментов было, наверное, может быть, но я не заметила. Можно я дополняю? По вашему вопросу, очень интересный вопрос, самый такой яркий этап из моей фотографии, яркая фотография в памяти, это когда 1 сентября линейка, допустим, в этом году, беру первый класс, и дети идут к ним с цветами. Вот самая необычная для меня личная ситуация, когда ребенок идет к тебе с цветами, и ты стоишь, и на тебя такое внимание, потому что линейка, коллеги, учителя смотрят, родители, и такое состояние. И не знаешь, принять это или нет. Неловкое состояние. Хорошо. Ахмара, вам такой вопрос, какой самый важный совет хочется дать родителям ребенка начального класса? Это поддержка родителей для учащихся, поддерживать их, контролировать, потому что начальный класс это фундамент знаний. Мы должны вот в этот период заложить все знания, все, что мы можем, все силы на учащихся, на детей. И тогда, если со стороны родителей будет поддержка, со стороны учителя, то у этого ребенка в будущем все получится. Хорошо. И последний круг, а нет, не последний, как лучше всего помочь отстающимся ученикам? Как думаете? Внимание для ребенка. во-первых, мотивировать его, дать ему возможность понять, что он может, допустим, вот у меня была такая ситуация, первый класс, научить ребенка читать по слогам, простой момент, но как бы ты не занимаешься, я всегда родитель, говорю, не перегибайте палку именно в обучении, не требуйте от него, вот придет момент, вот у меня был ребенок, который до Нового года слабенько читал ученик у меня, и я всегда родителям говорю, подождите, вот он сочетает, и всегда своему ученику говорил, ты сможешь, у тебя получится, удели этому внимание, и у тебя получится. и в один момент, в это часов 10 часов вечера, мама озвучила, говорит, Болжен Жамабаевич, вы представляете, мы зачитали. Сколько времени вы инвестировали, так сказать? Вообще, из практики, я вижу, что родителям говорю, не перегибайте, дайте возможность ребенку самостоятельно прийти к этому, понять, что это ему нужно, и это необходимо. Хорошо. Вот буквально за три месяца, получается, первый класс только пришли, да, вот через три месяца у меня ученик зачитал. Здорово. Жанат, у вас есть школьные любимчики? Да, есть. Есть. Много? Я бы не сказала, что много. Среди учеников имеете в виду? Да, да, да. Среди учеников, да. Как они попадают в эту категорию? Чем они заслуживают? Любимчик, насчет любимчиков есть разное вот пояснение. Я могу, например, любить отличника, хороший любимчик. Бывают моменты, он троечник, он просто, не знаю, просто полюбишь его, и все. И такие бывают моменты. Просто надо, как мой коллега сказал, то, что надо любить, надо всех одновременно. Не деля их, надо любить, всегда надо мотивировать. И у них все будет здорово. Ахмарал, ради мести можете занизить оценку ученику на экзаменах? Нет, конечно, но у нас же начальный класс, у нас экзаменов нету. Это, наверное, для старших, да? Но, тем не менее. Нет, так, будто не смогла. Не смогли. Ну, и такие, рубрика таких смешных вопросов по одному. Болжан, если, слушайте, если ветчина, да, ветчина получается из свиней, да, а говядина из коров, соответственно, тогда из какого животного получается хлеб? Ну, хлеб это не животное. Ясно, я думала, у вас поймаю и не получилось. Хорошо. Жанат, если учитель говорит, что математика так проста, тогда почему учитель математики так много имеет проблем с учениками? Ваш ловкий ответ. Нелегкий предмет. Нелегкий предмет. Ахмарал, девочка вот на уроке, да, допустим, физики, да, сидит, сидит и как говорит, а если скорость света есть, тогда какая скорость темноты? Ваша реакция. Скорость света? Да. Имеете эту скорость света? Если есть скорость света, то какая скорость темноты? Вас спросят девочка, допустим, начального класса сидит. Вы что ответите? Я скажу, посмотри, поищи. Посмотри, поищи, и она, наверное, на всю жизнь будет тебе перескать на это все и не может дойти на это ответ. Ну, здорово. Момент такой, да, хотелось бы вообще на будущее, да, вот именно в целом. вы каждый из вас дали понять, что вы ни за что не применяете свою профессию, вот вы выбрали вот этот вот именно путь, вот вы будете. До сегодняшнего дня наверняка уже к вам приходят благодарные вот именно ученики, да, вот какие у вас эмоции, какие чувства, я слышу, что у вас очень-очень много, да, особенно очень много отзывов именно от родителей. В такие моменты, наверное, по-особенному чувствуешь и ощущаешь, что, блин, я на правильном пути, да? Знаете, это вдохновляет. Да. Это реально вдохновляет. У меня есть ученики, я работал в начальных классах, но я начинала сейчас свою деятельность в сельской школе, поэтому преподала в начальных классах и преподала в старших классах предметы. Уже есть среди моих выпускников, которых я учил в школе, есть те, кто пошли в школу работать, это учителя. Два моих ученика пришли в школу, с этого работают учителями, и когда ты встречаешься с учениками, пусть все годы, говорят, Бауржан Жамвай, спасибо вам за тетрадь, там, с правилом, когда ты, допустим, на уроках требуешь от детей, учите правила, учите правила, вы знаете, я до сих пор храню ваши наши тетради для правил, допустим, есть у меня такая ученица, или, допустим, когда встречаешь учеников или родителей, когда тебе говорят слава благодарности за внимание, за терпение, как родители, говорят, это вдохновляет и понимаешь, что действительно все это не зря. Не зря, да. И это окрыляет идти дальше. Хорошо. Сейчас немного тоже давайте переместимся, у нас будет танцевальный конкурс, что он собой представляет, я вам объясню. Задача, я, как уже говорила, раскрыть вас не только у нас сейчас с профессиональной точки зрения, с помощью Блиц-опроса мы многое о вас узнали, но мы хотим вас немного раскрыть и с другой стороны. Суть конкурса такая, что сейчас будет играть определенного рода фоновая музыка, вы сейчас на меня так смотрите, уже с опаской, будет играть фоновая музыка, я называю предмет, определенный, допустим, предмет математика. Вот какой предмет, вот такой должен быть стиль танца. Например, если я говорю математику, то можно танцевать, например, как линейка, либо, допустим, считать и так далее. Если физкультура, то, соответственно, прыгать, бегать и так далее. Окей? Давайте выйдем вот сюда. Наверное, вот сюда вот выйдем. Вот по центру, пожалуйста, Боржан, давайте вы в центр. И я буду вам тоже помогать. Давайте... Мы все будем танцевать? Да, мы будем все. Одновременно. Одновременно будем танцевать. Ага. Значит, смотрите, допустим, представим, что мы на уроке физкультуры. Ага. Окей. Отлично. Давайте представим, что мы на уроке математики. Как мы изобразим? Линейка. Линейка? Боржан, вы как? Или можно. Это что у вас? Линейка. Ну вот, можно вот так вот что-нибудь. А это что? Циркуль? А, классно, здорово. Давайте урок такой, что танец маленьких утят на уроке биологии. Танец маленьких утят. Маленьких утят. Маленьких утят. На уроке биологии. Ага. Отлично. Супер. А давайте танец в стиле такой школьной команды. Такой вот по баскетболу. По баскетболу. По баскетболу? Да. Командный дух. Командный? А, вы болельщица, да? Нет, нет. Там, нет, идем. А, окей. Так, понимаете. Хорошо. Давайте танец на субботнике во время клада. А, вы подметаете. У вас какой-то одинаковый стиль у всех. И давайте танец кисточек на уроке изо. Изобразительные искусства. Кисточек. Такое, может быть. Ага. Хорошо. Хорошо. Ну и давайте завершим танец шпаргалок в кармане. Такой деловой, да? Отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое, что сегодня пришли, уделили свое внимание, действительно поговорили. И я надеюсь, что перед вашими учениками, перед вашими коллегами нам удалось вас немного раскрыть. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях были молодые, и креативные, и талантливые. Учителя, увидимся с вами ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова